23 мая в школе номер 10 состоялся конкурс среди учащихся начальных и старших классов «Лучший ученик 2017 года». Мероприятие подобного рода в школе проводится уже не в первый год. По традиции, в конце учебного года конкурсанты готовят портфолио себе в своих достижениях, увлечениях и взглядах на жизнь. Среди 75 участников в отборочный тур прошли только 24, которые отличились от всех претендентов. Компетентными членами жюри отбирались наиболее интересные участники, заслуживающие звание «Лучший ученик 2017 года». Директор школы Расул Муташев поприветствовал всех участников и гостей мероприятия и выразил благодарность за активное участие в жизни школы, не только учащихся, но и их родителей. Поскольку отбором детей, одаренных, талантливых, творчески работающих, занимала целая группа людей, и сегодня они выявили определенное количество участников, значит, у нас такая группа людей есть, и не думать, что этим количеством людей, одаренных детей в нашей школе больше нет. А вот сегодняшний участник, давайте мы все вместе поприветствуем, пожелаем им, чтобы они оставались на этом уровне, не одним вот сегодняшним, а на все оставшиеся годы, которые мы предстоит учиться в нашей школе. Помимо портфолия, конкурсантам предстояло принять участие в конкурсах различного направления. Ведущими задавались вопросы на логическое и дедуктивное мышление, где участники проявили себя с лучшей стороны и доказали, что сильны не только по школьной программе, но и в других отраслях деятельности. Пока жюри подводили итоги первого конкурса, подсчитывали баллы, на сцене для присутствующих звучали музыкальные композиции. ПЕСНЯ ПЕСНЯ По завершению всех конкурсных испытаний членами комиссии был отобран список отличившихся школьников. По всем испытаниям название «Лучший ученик 10-й школы». Лучшим учеником 2017 года стали трое участников – Хазбулат Джангиши, ученик 11-го класса, Алим Джуруев, 9-й А-класс и ученица 8-го Б-класса Асиата Мирханова. Всем участникам и победителям были вручены грамоты и памятные подарки от руководства школы. Бурлиет Санбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».